Такие серьезные киберкотлеты, вы посмотрите, ё-моё. Такая задержка между матчами, интересно, что в финале будет. Очень низкая задержка между матчами, кстати. На удивление, организаторы молодцы. Где-то 6 минут у них приблизительно было между матчами. Так, PCG-123, как напомнили мне, спасибо, играет Зандейдов. Как напомнила мне, земля вот эта вот испорченная. Лоис говорит, ой, Фури Форж, добро пожаловать в клуб разочаровавшихся людей. Знаешь, как мы, когда нам эту графику, там тоже был момент подготовки. Мы там ждали, рассказывали про турнир, игроки, все дела, ведущие. И потом бах, и рефорж. И такие, ой, Фу. Но, знаешь, съели и сидим. Скрыгги говорит, щихой. Наконец-то нормальный графоний завезли, говорит Скрыгги. На этой карте хоть трава не ядовитая. Да-да-да, здесь, конечно, гамма поприятнее будет. Но все равно какая-то блеклая есть тема. Как будто реально есть какая-то пелена перед глазами. В монохроме выглядит не так уж и плохо. А считаю, что он и так монохромный. То есть, как бы здесь реально такие полутона дикие. О, и Голланда Лоиса дарит примачок. О, спасибо, друзья, за подарки. Благодаря вот этой вот новой функциональности с подарками у нас количество примачков чуть ли не удвоилось просто. Повар, здравствуй. Добро пожаловать на трансляцию. А Андетт, это щегол, что ли? Не-не-не, этот... Ну, ой, он что-то... Он с монитором разговаривает. Смотрите, левый нижний угол. Он скрипами разговаривает или что? Ох, такие эмоции. Как будто я первый раз варкап запустил. Типа, что? А это как? А это где? Может, он эстраты попридумывает сейчас в прямом эфире? Прям реально переживает. Там рот открыл, улыбнулся, что-то сказал. Ой-ой, выпустил. Выпустил из окружения. Давай, реагируй. Я теперь глаз с него сводить не буду. Левый нижний угол, друзья. Это интереснее, чем рефорс с графикой. Давай. Сейчас увидит футмена. Испугается. Ну, он такой растерянный, вообще такой неопытный. Знаете, когда... Да-да-да, и глазки бегают. Вы если возьмете какого-нибудь, не знаю, там, мудрого орка или старого эльфа, хотя старых эльфов не бывает, как мы знаем, и посмотрите на матч, ну, на вебку, вы увидите лицо приблизительно такое же, как справа у Чаймика, хотя он по сравнению с тем же самым Лином и Муном Щегол, но там будет очень расслабленное лицо, безэмоциональное абсолютно, потому что эмоции тебе тут только мешают. Никаких удивлений, никаких там бегающих бровей, только открытый рот для нормальной вентиляции центрального процессора. И все, и все мышцы абсолютно расслаблены, и глаза бегающие. Но бегающие именно зрачки, а не вот без поднимания, повторюсь, бровей, без там каких-то там ужимок, при прищуривании и прочего. То есть ты максимально погружен в процесс, а когда ты максимально погружен в процесс, у тебя все лицевые мышцы должны быть расслаблены. А товарищ прям переживает... Добили? Да, да! Все, а там Щегол реально переживает. Да. Экспанд ставится. Так. Про ДКУ вспоминают, а ДКИТ и нет. Нерубка делается. Надо отбиваться сейчас от этой атаки, но отвлекающей атаки. Нет смысла ломиться сейчас, конечно, нычка строится, просто АМ контролит всю ситуацию. А мой Че-однофамилец на этом фоне... А, Че-Мика на этом фоне вообще смотрит в экран как Якудзе. Ну он да, он такой... Он как раз погруженный, расслабленный, безэмоциональный. А там прям голова в разные стороны, вшук-шук. Такое впечатление, что у него Моник там 36 дюймов какой-нибудь, и он... от него на расстоянии сантиметров 30 просто не помещается у него все перед глазами. Такое уж. Ну посмотрим. Начало у Андеды, если по игре, а не о фигне, то Андеды очень сильно позади, и ему вернуться будет крайне сложно. Он пытается сейчас при помощи тинкера пропушить, но как ты будешь пушить с вторым жуком, решительно непонятно. Пуша, пуша. Факта подальше, земля и застройка. А, пошел деф. Ну, это возможный вариант развития событий. Потому что в целом мяса-то у тебя будет много. Если правильно встать, МПЛ поторопился делать первый. Можно было такой МПЛ сделать просто на... Несколько сотен урона по всем ополченцам. Не, отобьется изи просто. Просто тыкнул кнопку С и пошел отбиваться. МПЛ на отвали, четвертый архмак забей. Пишем ГГ, выходим через полминутки где-то. Ну, а как здесь? Хотя... Рабочие подбитые. Нет, скорее всего, он сейчас отойдет до магаза, подлечится в магазе, вернется с... Единственное, что зря рабочего одного недоконтролил. И надо бы ему еще взять одну регенерацию, чтобы рабочих на мэне подлечить. Потому что продолжение может быть... Не-не-не, здесь можно продавить еще. Потому что рабочие все-таки битые. Жук не третий, конечно. Архмак четвертый, это огромная проблема. И футменов миллион. О-о-о-о. О, Энтман, привет. Тинкер второй. Рабочие отбились кое-как от скелетов, но не без проблем. Ну, от застройки отбиваются все-таки. Чаймика. Футмены бегают бесцельно вообще пачками просто. Ну, куда вы побежали? Там семь человек бежит за одним финдом. Где он контролит, что он делает, не понимаю. Реген тут особо не нужен. Т2 доделывается. Можно даже, кстати, взять какого-нибудь нейтрального героя. А, это Слотерхаус здесь делался, а не Зигурат. Это делался Слотерхаус. Ну, полезное здание, но... Да, толпа футменов. Финды возвращаются назад, очень битые. Чего-нибудь герой не заказывает Чаймика. У него сапплай-блок. Я понял, у него ферму убили, он не перезаказал ее. То есть толпа футменов унижает все. Да, бастит? Пойдешь? Поглажите меня. Комментирование у него будет с котом. Скотт. А, вот и нейтральный герой. Пандорецкий появляется. И минус три финда. Десять лимита. Ценнейшего, который как раз обсидианка должен был лечить. Да, стратки так себе у PCG. Вроде взял Жука, вроде экспант не поставил. Пошел в ол-ин, странный, без третьего уровня. К сожалению. И... Здравствуй, Филбот. Ну и все. И продолжений нет. Футмены все живы, панда получила второй уровень почти на этих финдах, на трех. И на остатках. Хренус два ты его застроишь. Ну и погнали. Акалита окружает. Тридцать лимита на сорок четыре, при том, что у Чая еще уже доделался, соответственно, давно Т2. На руках тысяча двести. Что хочешь, то и делай. Пошла персоналочка. Дыхание очень странное было сейчас. Видимо, из-за логики полной маны, что все равно реген у тебя идет халявный. Гульки подходят. Сейчас еще одно дыхание уже можно делать спокойно, учитывая, что гульки еще рядом. Там Тинкер еле живой убегает. Нет, это без шансов. Ну, странная застройка. Я повторюсь, если бы там жук был хотя бы третий. Ну, за счет мяса, за счет вторых жуков. Или там какой-нибудь артефакт удачный, типа маны. При помощи которого можно было бы, ну, больше поспамить места. Так-то он неплохо рабочих подэмэджил, но не хватило. Да, мульманы тоже было бы. Ну, что-нибудь такое поосновательно. Но в первую очередь вопрос к тому, что почему он пошел бы с третьего жука. То есть думал, что получит его в процессе, но он его получил сильно поздно. Вот, а дальше учае Т3. Два косаря только что было на руках. Он резко выходит сейчас... Что-то дозаказывает, видимо, это третий герой. Какие-то грейды, может быть, кони. Что-то на Т3. Может быть, арба, может быть, стаф. Не вижу, кстати, ни того, ни другого. Нет, Т3 не доделался. Что же он купил? А, он Шреддера купил, а Дирижабль. Это весьма дорого. Дирижабль хорошо подойдет для того, чтобы вернуть противника на скриппинга к себе на базу. Можно повыигрывать еще за счет Дирижабля время, пока... Ну, пока у тебя на Т3 появится там второй герой и так далее. Ой, Шреддер-то подставляется, посмотрите. Он зайти на базу не может с этой стороны. Он елку через атаку явно пробрел. Странно, что АМ не полетит. И опять застройка. Ух, окей. Делается паладин. Пошел телепорт. Два свитка лечения. Третья панда. Здравствуйте. Ну, футмены тут разваливаются очень бодренько. Из-за вторых жуков. Из-за факты. Но пятый архмаг с третьими элементалями. Дамаг там по 45. Приблизительно, да. Появляющиеся кони и почти анлим ресурсов у сейчас у хумены. То есть время колоссально просто в данный момент работает против Андеда. Потому что там заряжено все. Заряжен паладин, заряжены кони. ГГ пишет PCG. Странная судьба человека с жуками. С жуком, точнее. Непонятно, какие у него были планы на игру. Планировал ли он играть в эксп? Если планировал, то почему не стал играть? Может, это была реально провокация на постановку вражеского экспанды. И он планировал изначально играть в застройку, но почему так плохо подготовился к этой застройке? Они играют Бо-2, Энтман. Такой вот у них формат. Впервые на этом голде они решили в групповой стадии сыграть круговую с Бо-2. Вообще такая мега-древняя система. Со своими минусами. Не знаю, почему они ее решили. По мне так корейская, ну, современная Double Elimination система гораздо, ну, гораздо понятнее и проще, и меньше вопросов вызывает. Никаких там переигровок, матчей, там, в группе типа 1-3, 1-3, 1-3, или одинаковое количество очков, там, по 6. Потом надо смотреть личные встречи, или, не дай бог, переигровки устраивать. Не зря от этой системы отказались. Не знаю, что вернули старенькую. Опасности, говорит Тяноч, как будто заплачешь сейчас. У нее такой макияж. Там такие блестящие штуки. И все блестит. И кажется, что он, да. Подействовали на тебя ее глаза. В определенный момент мне показалось, что все-таки додавит. Когда начали рабочие отступать уже на последних хитах. То есть в следующей атаке они бы не помогли вообще никак. Но не было следующей атаки. Отдача финдов. Просто зевнул. Несколько секунд, и все. Что такое стол он? Стол на 76. Один из пользователей сайта активных. Именно он застолбил, как только появилась вот эта вот дама на турнирах на первом году на голде. Сказал, что это его бывшая. Все. И теперь мы его каждый раз вспоминаем, когда видим эту. Орки будут сегодня? Кто там из орков-то? Ну, фокус был. А дальше не знаю. Лины сегодня нет. Флайн не прошел. Суин тоже еще был. Нет, кажется, ты уже орков проспал в зоге. Всех орков проспал. Не расстраивайся. Спешл Кей. Ой, тоже давно не видел, чтобы ты писал. Что у нас сегодня? Приквел Доты. Костер говорит, что Лингуагуа еще из орков будет. Ну, хорошее представительство. Получается, 4 человека. Полный баланс. Думаю, андэдов меньше всего. Эльфов, как обычно, больше всего должно быть. Рофл Аймпро говорит, пару лет не был на ГГ. Сейчас зашел из-за упавшего ютуба. Искал чат полчаса. Полчаса? Какое у тебя разрешение, кстати, на мониторе? Да. Потому что если у тебя там меньше 1200, ну, по ширине, кажется, 1280, то чатик по умолчанию скрывается. Хотя, черт его знает. Может, ты его скрыл, когда последний раз заходил и забыл про кнопку справа наверху у чатика. Лысый хрен говорит. Майкер, привет. Выпустили бы, что ли, статью про старичков из Е4Х, как они сейчас все. Всякий спейл, роб, череп. Слышь, хрен, лысый. Ну, не знаю, может выпустим, что ли. Но мне интересен, кстати, кейс Roffle.impro. Каким макаром... Каким макаром ты чат потерял? Реально, просто он... Либо сам скрывается, либо... Мистер Ирбис говорит, привет, спасибо за стрим, наконец-то годный контент подъехал. Ты что, икс, что мне смотришь? Ой, там такой контент. О, сегодня продолжение будет. Мистер Ирбис говорит. Спасибо, и помни, я твой фанат самого журнала «Навигатор». Ты навсегда в моем сердечке. Ох, блин, спасибо тебе, конечно, хрен. Буду теперь в курсе. Спасибо. Киттикат, здравствуй. Так, на следующей карте PCG решил сыграть через ДК. Карты Амазония. Экспан тут не поставить. Мне кажется, что Жукан выбирал все-таки на прошлой карте, исходя из логики... Ну, исходя из намерений поставить экспан. Ну, опять же, как так получилось, что он даже не попытался этого сделать, я просмотрел. Акалит рядышком. Акалит... Эх! Не дали ему возможности добить. Какой же битый футмен возвращается на базу. В целом, криппинг очень удачный получился. Вовремя увел... Вовремя увел битого фута. ДК прибегает. И только одного рабочего там через колу, через двух скелетов убивает. Минус второй. Ну, и пошел Грейт. Скорее всего, тут все с одной базы в Т3 будет. ДК пока нахарасен. Правда, непонятно, что сейчас уже харасить. Да, Вовремя, не напоминай. А то сейчас слеза навернется. Пустимся в ностальгию. А, все-таки эксп. Смотрите. Голланды поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, и к чем вызывает привыкание. Чем больше Траев, тем больше хочется. Не понимаю, о чем ты. У нас первый Трай идет. Очень успешный, хороший. Так, Койлом добивает одного Тролля. Еще минус рабочий. Принимается за Голема. Но там скелеты. И добил все-таки Архмак. Ну, это скорее дикое исключение. Типа как Хэппи добивает последним скелетом этого Голема. Койл ты в него не кинешь, но хочется добить. В результате ДК близок ко второму, но... Но Архмак уже третий. И пошла база. Первый победный. Первый, последний победный. Добавляет еще парочку рабов. Так, а где ДК-то? Не могу... А, он на базу вернулся. Отправил там последний заряд скелетов. Вернулся за новой палочкой. Пошел докрепливать себе уровень. Смолвиль говорит, для Хавка нужно, чтобы PCG забрал карту у Чаймика. А, то есть ты уже отталкиваешься, что он будет 0-2 с Чаймика, да, ухошек? Или они уже там параллельно сыграли, и мы часть матча не видим, да? Смолвиль. Хорошая персоналка, рабочих вырывается по классному таймингу PCG. То есть, либо ты уже знаешь какие-то результаты, либо ты знаешь, что какие-то результаты будут. Если ты знаешь, какие-то точные результаты будут, надо делать ставку. А если ты, как бы, ну, не предсказываешь, а знаешь, то мне бы, ну, подтверждение, что действительно матчи параллельно идут. Ай, минус финт. Ну, и чего добился здесь ДК? Двух рабочих убил. Ну, пока все идет в пользу Чаймика. То есть, тут же вопрос, насколько эффективен Харас со стороны НД. То есть, ты особо не можешь ничего изменить, развиваясь в Т3. То есть, все, весь вопрос к тому урону, который может Андет нанести в процессе. А пока... Суммарное количество рабочих, которые сдохло, наверное, человек пять всего лишь. Тайминговый магазин. Новый влетает. Аркмак на персоналке пытается улететь. Улича минус большое количество маны. Видолец поддержал ваш канал 100 рублей и сообщает. Пришел я посмотреть и к чем. А тут Варкрафт по виду странный. Андет катает не ли чем, а лишь кой шустрит по карте. Привет, видолец. Спасибо тебе за стих. Икс чем будет после Варкрафта. Варкрафт действительно с рефорджетом такой стремный. Опасный пуш. Минус пара футов. Но Аркмак живой. Футмены лечатся. Элементарий ДПСят. Сейчас Чаймика ждет Т2. Там еще где-то полминуты ему нужно до второго героя. О, выходит... Куда переключили? Там лич, лич, лич. Там личовка терпела очень сильно. Койл. На последних хитах налича. Ну, первый койл. Он не хотел ману тратить. Думал, что не понадобится. Но понадобилось. Все, отбился Чаймика. Ну, это только такая первая стадия. Ему же все равно в Т3 надо идти. Раз, сразу тыкает после Т2, Т3. Заказывает Маутан Кинга. Немножко увлекся атакой. Теряет фута. Какие же пауки тут в Саратове. К этому невозможно привыкнуть, говорит танкер. Они как будто в раскорячку ходят, эти пауки. Некра Арахнида, извини, Вива Би. Извини, я ждал поправки. И дождался ее как раз от тебя. Кого же еще? Продолжается под пушу от Андеда. Но герой у него 2-1. Хорошо отстроил Блэксмит для того, чтобы сложнее было проходить. Вышку недоконтроливает магическую. Сейчас только переначелил. А, кстати, Искра? Не Искра? Понял. Ой, молоток! Молоток окружил. А где телепорт? А сейчас он выберется снизу. Если... Ай, подставил МКУ. Классно. Деспак на третьем уровне. Пишем ГГ, выходим. Выдыхай, Бобер. Выдыхает слева этот товарищ. ПСГ. И Чаймика. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Катал этих хандедов. И буду катать. Без шансов. И вообще...